Меня зовут Арсен Фартур, я руководитель студии Луи. Мы занимаемся продуктовым дизайном в рамках подрядной организации. Меня сильно волнует модель студии как сервиса, и это накладывает некоторые ограничения, связанные с тем, что мы делаем и как. Итак, мы работаем с крупными IT-компаниями, и зачастую мы сталкиваемся с разными проблемами, которые как раз про не столько дизайн, сколько про то, как этот дизайн взаимодействует с людьми и что он дает. Я буду рассказывать сейчас про коммерцию и мораль в дизайне интерфейса, и о том, как, в принципе, с людьми происходят разные манипуляции, и к чему это приводит, и как постараться делать так, чтобы вашим пользователям не было больно, и чтобы пользователи испытывали счастье в взаимодействии с вашими продуктами. Давайте разберемся сначала в терминологии. Первое, что хотелось бы определить, это понятие самой морали. Что такое мораль? Мораль – это условно понятие добра и зла. Там написано у меня над головой сейчас трактовка из Википедии, можем ее прочитать слух, и она звучит так. Это принятое в обществе представление хорошим и плохим, правильным и неправильным, добре и зле, а также совокупность норм и поведения, вытекающих из этих, соответственно, норм. И этих представлений, да, правильно говорить так. Соответственно, из понятия самой морали можно вывести понятие аморального интерфейса. Что такое аморальный интерфейс? Аморальный интерфейс – это то, что заставляет вас делать некоторые вещи, которые вам неприятны, то, что используют разные механики, которые превращают людей, по сути, в машину для эксплуатации. Аморальный интерфейс – это то, что заставляет вас делать то, что вам неприятно. Поэтому для меня критически важно было, чтобы аморальным интерфейсом не решались проблемы маркетинга, в том числе, или проблемы продуктов. Если мы хотим, условно, заработать денег, то как это сделать так, чтобы человеку не было больно и он испытывал радость? А говоря о продукте, что такое продукт? Это, соответственно, некая сущность, которая реализует некоторую потребность, некоторых групп лиц. Соответственно, как она будет реализована и как это делать, мы будем сейчас разговаривать. Наиболее частые примеры морального интерфейса встречаются как раз на сайтах с фишингом. Это когда вам подменяют форму входа ВКонтактика на другом сайте. Вы можете легко вспомнить... Поднимите руки, кто проходил тесты в интернете. Вот, давайте вправиться сначала. Вот, классно, вас много. А как часто в этих тестах в интернете все заканчивалось тем, а теперь отправь смс на номер? Вот, да, отлично, есть. Вот это как раз яркий пример морального интерфейса, где от нас взяли некий капитал нашего времени и наших усилий, обещая некую ценность. А в конце сказали, охренов тебе, ведро, господин, отдай нам больше своих персональных данных или денег заплати, чтобы получить ту ценность, за которую ты пришел. Это бесчеловечно, это плохо. И это как раз и является примером морального интерфейса. Также о моральном интерфейсах, я считаю, те сайты, которые заставляют нас смотреть огромное количество рекламы, которые невозможно закрыть, открывают бесконечное количество новых окон и иных вещей. Если вы пользовались рутрекером когда-то, то вы наверняка видели, что с ним происходит, если не включен афлок. И это болезненный процесс, который приходится преодолевать ради получения той самой ценности, за которую вы пришли. Соответственно, давайте перейдем к следующему слайду, и поговорим, приемлемо это в принципе или нет. Соответственно, еще дальше о примерах того, что является аморальными штуками или неаморальными. Часто, например, интернет-сайты какие-то, будь то, например, покупка билетов или корзина в магазине, заставляют, ну как бы не заставляют, они просто по умолчанию ставят галочку, то тут, то там, а вы, по сути, находясь в состоянии потока, не замечаете ее, и в итоге покупаете, не нужна вам страховку или еще какую-то ерунду. С точки зрения бизнеса, ну это кажется классно, смотрите, человек не просто купил, если мы на нем заработали чуть-чуть, а мы ему еще и какую-то херню не допродали. Это жестоко, мне кажется, с одной стороны, и мое личное мнение. Наверное, это неприемлемо, но с другой стороны, если мы заботимся о нашем потребителе, то наверняка это может быть даже приемлемо. И, соответственно, что здесь может быть как раз тем самым квантом понимания того, правильно ли это или нет? Я долго думал о том, что для бизнеса нет какой-то понятной метрики, и тем более, чем более маленький или более интенсивный бизнес, тем более интенсивные методы он использует. Но на самом-то деле решение закрадывается чуточку выше. Приемлемо или нет, можно измерять метрикой. То есть есть, например, метрика такая, как CSI, Customer Succession Index. Ее можно мерить звездочками, еще какими-то вещами. Какие-то бизнесы выстраивают внутри у себя процедуру понимания, когда человек отваливается и что с ним происходит. То есть они строят свои отношения с ним по принципу того, что мы сейчас делаем с тобой всякую жесть и смотрим, где у тебя порог, короче, устойчивости, когда у тебя наступит баннерная слепота, чтобы тебе не было больно. И, по сути, ну, с точки зрения коммерции, иногда это кажется правильным и даже приемлемым подходом. Но с точки зрения морали, мне кажется, не всегда это правильно. и человеку не стоит так делать. Перейдем к следующим слайдам и, соответственно, поговорим про то, как может, в принципе, выстраивать бизнес свое взаимодействие. Там написано, все вы уже наверняка почитали. Я понимаю, что тут люди наверняка умные собрались. Соответственно, я расскажу о тех примерах, которые меня лично восхищают с точки зрения взаимодействия. Есть маленькие бизнесы, которые только появились, это стартапы, к примеру, которым дали денег, и им говорят, типа, чуваки, если вы к концу года, короче, не покажете, определенный оборот, мы вас закроем нахер, отберем у вас все деньги и скажем, что вы неудачники. Этим ребятам тяжелее всего. Они идут на все возможные ухищрения, используют все абсолютно моральные инструменты для того, чтобы достигнуть нужных им целей. Это, на мой взгляд, очень глупая стратегия. Она ориентирована не на долгосрочные отношения с вашим потребителем. Эта стратегия ориентирована на то, чтобы закрыть обязательства перед какими-то третьими лицами, которые на самом деле насрать на продукт. И абсолютно без разницы, какой у вас продукт, какие вы строите отношения. И чаще всего это проявляется как раз в тех случаях, когда не только есть условно человек, создавший какое-то решение, и который это решение пытается продвигать дальше, а есть еще и группа лиц, которые на него давят со стороны и требуют от него достижения определенных метрик. Более опытные бренды, с которыми мы чаще сталкиваемся в нашей жизни, они нас эксплуатируют. Они эксплуатируют нас, вас всех. И, ну, вот я сейчас опять прошу поднять руки, все вкладывать в почтовые ящики в губле. Круто. А кто за них платит? О, круто. Вас меньше. Это хорошо. Суть в том, что Google, например, в детстве очень классно. Он эксплуатирует нас всех. Мы отдаем ему свои персональные данные, интересы, то, что нас волнует. А параллельно еще и заставляет нас за это платить. Он работает с нашим поколением, условно, он работает с нами, и его, как бы, фокус заключается в том, что они взаимодействуют не с нами будущими, а с нами сегодняшними. И это, по сути, опытный, качественный бизнес. Такими же являются, например, банки в текущий момент, которые позволяют нам иметь классное ДПО, дистанционно-банкерское обслуживание в виде мобильного приложения, которое откладывает наши деньги в копилочку или еще что-то. Это люди, которые взаимодействуют в дне сегодняшнем. Они не говорят нам про, они пытаются нас образовать даже, но многие приходят к этому, и это часто больше выглядит как рекламный трюк, но тем не менее они делают это, и это хорошо. Они пытаются выстраивать с нами отношения на тему того, что такое финансовая грамотность, как отучить человека от того, чтобы воспринимать деньги мистической некой сущностью, которая просто появляется в нашей жизни, например, на карточке. Ее надо бежать, срочно снять и положить под подушку. Это модель взаимодействия относительно про чуть-чуть будущее. Это про завтра, но про завтра с нами же. А самые классные чуваки, которые меня реально восхищают и про которые мне бы хотелось сейчас рассказать, это компания, например, Дисней, которая купила франшизу Старвардс. Удивительно, но их целевая аудитория и их фокус на самом деле находятся не в нас. И опять же, давайте поднимать ручки, кто любит Звездные войны. Классно! А кто отвел уже своих детей на Звездные войны? Нет, нет. А, отлично, есть один. Хорошо, с тобой сработало. Так вот, весь смысл в том, что современная стратегия Диснея, которую купил Лукас Филанс, заключается не в том, чтобы работать с нами, которые любят Звездные войны, а работать с нами завтрашними и послезавтрашними и нашими детьми, и детьми наших детей. И это очень классно в долгосрочной стратегии. Но меня пугает, с одной стороны, то, что в рамках этой стратегии можно оказаться в тисках такой штуки, что это вроде бы как классно, это добро, которое насаждают, но на деле оказывается, что это еще больше эксплуатация человека. И, ну, вроде бы умно, вроде бы классно. Они реализуют наши там давние детские мечты и позволяют нашим детям прикоснуться к этому, попасть с нами в одно информационное поле. Но это безумно аморально, на мой взгляд. Ну, с другой стороны, это мудро. Можно? Да, можно. А вот если я показывал ребенку, ну, погоди, когда я смотрел, стратегия... Если у Союза мультфильма выйдут новые, ну, погоди, то это будет то. Но Союза мультфильм как раз попадает скорее в факторинг нас сегодняшних. Они говорят про нас, которые сегодня. Они нашу там любовь эксплуатируют и понимают то, что мы будем дальше ее насажать своим детям. Но не факт, что твои дети покажут это своим детям. То есть перезапущенные утиные истории как раз то самое. Именно. Вот это именно тот подход, где на самом деле тебе вроде как больно, потому что, ну, как же, дили-ли-ли-ли-ли, они совсем другие. А на самом деле твоим детешкам-то они будут нравиться больше. И они их, скорее всего, своим детям и будут показывать. Сейчас мы говорим про баланс. Про то, как, соответственно, строить адекватные отношения с точки зрения манипуляции с людьми и как этим можно управлять. Здесь в аудитории много дизайнеров? Ага, немного. Хорошо. А маркетологов? Окей. Классно. Это про баланс. Супер. Так вот. Я искренне считаю то, что адекватная позиция и адекватные взаимодействия с точки зрения продукта могут быть построены исключительно благодаря нескольким основополагающим моделям взаимодействия между командой. Первое и самое главное из них – это, по сути, мораль. Мораль и политика в компании, где кто-то является адвокатом пользователя. Очень часто в маленьких компаниях адвокатом пользователя может стать только дизайнер. Маркетолог будет, скорее всего, давить на то, что давайте больше использовать разных инструментов. И только дизайнер, по сути, который обладает моделью эмпатии в своей голове и понимания того, что делать с этим, имеет возможность на это влиять. Соответственно, создание того, что как только вы построили модель того, когда человек отваливается, когда вы понимаете, что с ним делать, когда вы понимаете, где у вас там НПС начал падать и вас перестают рекомендовать. Только дизайнер, на самом деле, может понять, что с этим правильнее сделать и на какие принципы и модели стоит опираться. И я считаю искренне, то, что заранее созданная политика внутри компании и понимание того, к чему мы хотим прийти там через условно 10-15 лет и выстроены на принципах того, что является проверочными факторами. Условно, действуем мы аморально или мы действуем нормальными моральными принципами, мы даем людям ценность какую-то за это. Или, соответственно, люди получают какую-то ценность и платят нам деньги. Это правильный путь, потому что, если взять сейчас и начинать использовать разные методы манипуляции, а у нас в голове зашито более 186, если я не ошибаюсь, разных первобытных инстинктов, которые не развивались на протяжении миллионов лет эволюции, то именно эксплуатация их может быть на самом деле очень опасной штукой, которую надо проверять с помощью определенного чек-листа, которым может выступить тот самый принцип взаимодействия с пользователем. Если заранее в компании договориться о том, что мы, ребята, делаем вот так вот и наши принципы заключаются в том, что мы не просто зарабатываем на человеке деньги, а даем ему некую ценность, а он за это платит, это становится уже чуточку правильнее, на мой взгляд. И эта модель, она позволяет избегать тех самых аморальных манипуляций, которые с людьми могут делать страшные штуки. Тем не менее, мы перейдем сейчас к некоторым примерам того, как манипуляция может быть использована для достижения определенных результатов. Те самые наши первобытные инстинкты позволяют опираться на то, что, к примеру, у людей есть такая штука, как социальная валидация. Ему критически важно знать то, что он сумеет размножаться. И если это эксплуатировать и убрать оттуда всю болезненную штуку, то появляются какие-то тиндеры. Если человек хочет перемещаться и не испытывать боли от того, что ему надо с рукой стоять на дороге и долго голосовать, обсуждать с разными людьми, как он куда-то доедет, потом дорогу показывать и еще как-то общаться с водителем, который, может быть, даже плохо говорит на родном языке, то это тоже как раз пример той самой манипуляции, когда он использует наши первобытные какие-то страхи того, что нас не доставят нужное место. И дает нам новую ценность, новый продукт. Uber, Яндекс.Такси. Теперь более подробно. Все эти штуки, которые у нас заложены далеко в мозгу с точки зрения эволюции, они никуда не делятся. К примеру, старая цена, которую вы видите, которая зачеркнута красным маркером, превращается для вас в катализатор того, что вы считаете, что это стоит столько-то. Вы не можете уже дальше строить свои отношения на том, что ух ты, это дешево или дорого. Вы даже не можете анализировать это нормально, в вашей голове это 100% будет работать против вас. Вы увидели цену, вы увидели скидку, все. Вас, по сути, посадили на крючок этой манипуляции. Уйти от нее невозможно. Все, что от нее спасет, это как раз какой-то там чек-лист, который является теми самыми принципами, которые можно вывести в самом начале. Даже человеку, который понимает, что с ним происходит сейчас манипуляция, очень тяжело существовать в этом мире. Потому что даже если он понимает, что это происходит, он ничего не может с этим сделать. Была группа исследований, большая достаточно, которая пыталась понять, ну типа, работали первобытные инстинкты, если человек понимает, что с ним происходит или нет. Нифига, короче, он понимает, и все равно с ним это работает. Что у меня было еще? Ну ладно, про них поговорили. Еще интересная штука, которая произошла с людьми с точки зрения как раз коммерции, морали, это баннерная слепота. Вы наверняка про нее слышали. Кто-нибудь слышал термин баннерная слепота? О, классно, у вас много. Баннерная слепота отличается тем, что когда, ну, вы просто смотрите на экран и не замечаете, условно, на портале две соседние колонки. Да, да, да. Вы смотрите в центр, а там где-то Дима Белан умер, короче, а в другой колонке у Путина новая дочь или Навальная дочь Путина и все такое. Вам на это насрать, на самом деле. Вы привыкли уже читать контент и все такое. И тренды пришли к тому, что очень удивительно, но классно, на самом деле, что люди перестали это замечать и с ними это не работает. Одним из частых приемов как раз и коммерс являлась вот эта вот хреновина. Когда вам давали три колонки и эти все три колонки заключались в том, что типа вам дают на самом деле одно предложение, самое главное, которое хотят продать, оно типа самое выгодное. Это одно подешевле, чтобы вы понимали, что есть херня какая-то и одно подороже, чтобы вы понимали, что есть что-то классное, очень дорогое, но это у меня не по карману. И вы покупали среднюю штуку. В современном исследовании и коммерсу показывают то, что людям на это стало наплевать. Они, видя такую колонку, вообще ее игнорируют, они в середину тыкают и не читают, что справа-слево написано. Одно предложение стало работать гораздо эффективнее и фокусированнее, чем, соответственно, это делалось раньше. Это реально классный тренд, который пришел сейчас к нам в жизнь и он очень сильно меня удивляет. С одной стороны, а с другой стороны, это на самом деле эволюция. Эволюция, когда человек понимает, что с ним происходит определенный тип манипуляций, перестает их замечать. И это некая защитная реакция. Удивительно, но, тем не менее, все-таки некоторая часть эволюции происходит. И это очень хорошо. Очень классная штука про мораль действий. Вот там, Артем Красилеев, спасибо вам большое за то, что она активно лоббирует, это доступность. В прошлом году во всех гайдлайнах, всех платформах появилось то, что стали заботиться не только о той целевой аудитории, которая приносит деньги, а стали заботиться о людях, которым не хватает каких-то вещей в этих интерфейсах. Стали думать о том, как сделать интерфейс, который будет обеспечивать потребности очень узких рублиц, которые не целевые, которые являются, да, теми же самыми людьми, где стоит, ну, дать им какую-то как раз ценность и работать с ними по-человечески. И это меня безумно порадовало. Меня, как дизайнера, это приводит в восторг, потому что я понимаю, то, что бизнес перестал думать только о деньгах. Они стали думать о людях. Но, с другой стороны, опять же, давайте поймем, что и это тоже манипуляция. Манипуляция нашего сознания настоящего зрения того, чтобы добиться от нас определенного эффекта. Чтобы мы думали, что, ух ты же, они социально ответственные, ты сейчас в тренде и так классно. И мы социально ответственные, давайте уважать тех, кто такие же. Но, тем не менее, здесь мораль прямо в действии показывает то, что оказывается человеческое отношение и отношения в целом становятся чуть-чуть важнее денег. Но, на самом деле, это все равно про деньги, но только в чуточку более долгосрочной перспективе. Еще интересный момент, который связан с тем, как люди работают с интерфейсом, является автоматизм. Я же в Москве часто пользуюсь приложением парковок официальным. Там всегда тебя заставляют нажать три раза на одну и ту же кнопку, прежде чем ты сможешь запарковаться. Это реально наказывающий интерфейс, который пытается меня сначала, короче, в чем-то убедить, рассказать мне о какой-то классной новой штуке, но на деле он приносит мне более страдания. У меня выработался рефлекс, я три раза быстро нажимаю на одну и ту же кнопку. И дальше я паркую машину. Удивительно, но все мы на самом деле вырабатываем не только некий порог вот той самой баннерной слепоты в своей жизни, но в том числе мы вырабатываем некий порог автоматизации действий, которые нам не дают ценности. То есть, если даже делать интерфейс, который состоит из 50 экранов и 50 переходов, то вполне возможно есть огромный шанс на то, что люди их будут проходить быстрее, чем какой-то сложный интерфейс с одной кнопкой. Потому что у них выработается автоматизм. Как бы не был сильно наказывающий интерфейс, но если он дает как раз ту самую ценность, за которую пришел человек, он очень быстро к этому адаптируется и начинает в этой парадигме существовать. Ему наплевать на самом деле на то, что вы с ним делаете, он просто решает свою потребность. И если ваш продукт условно единственный в своем сегменте, который может эту потребность обеспечить, то человек будет наплевать. Однако в какой-то момент, когда появится соседний продукт, где те самые наказывающие действия будут убраны, он перейдет туда. Это про автоматизм. Теперь про аддикции. Следующая часть, которая связана с тем, что человек автоматизирует свои действия, является частью зависимости. Удивительно также с другой стороны посмотреть на фейсбук. Он приучил нас открывать телефон более 100 раз в день, доставать его из кармана и читать эту ленту. Они построили ленту таким образом, что она как раз держит нас в нашем мыльном пузыре информационном и рассказывает нам какие-то важные штуки. Если правильно автоматизировать манипуляцию с потребностью, она вызывает аддикцию. А аддикция вызывает, соответственно, сопротивление изменениям. А значит, человек, который попал в эту воронку, становится по сути рабом того самого, аморального интерфейса, который подумал о том, как с ним построить отношения сегодня. Поэтому очень важно все равно помнить о том, что есть некая ценность, которую должен продукт давать. Очень важно понимать, что если вы делаете сайт, лендинг, мобильное приложение, что угодно, что в нем самая главная сущность, из-за которой человек приходит, это ценность, которую он получает. И аддикция возникает только тогда, когда эту ценность вы начинаете активно эксплуатировать. Ребята, которые работают в Фейсбуке, испытывают реально боль и страдание от того, что мы потратили 5-10 лет нашей жизни на то, чтобы создать кликабельные, классные рекламные объявления. И это как бы их модель. А все, что вокруг создалось, это по сути моральная манипуляция, построенная на экспериментах, которые приводят к тому, что у человека вырабатывается некая аддикция. И это не хорошо и плохо, с одной стороны. Если правильно построить модель аддиктивную, то она может давать человеку постоянную пользу, и эта польза может быть эксплуатирована в том, что дальше как-то управлять опытом поколений. Поэтому, с точки зрения того, что мы делаем, очень важно понимать, что даже самые плохие наказывающие интерфейсы, реализующие определенную потребность, могут быть аддиктивными, и в рамках этой аддикции нельзя человеком бесконечно манипулировать. Да я почти закончил, кстати. Вот. У меня есть, на самом деле, отдельный слайд про практику. Мы можем про это сейчас поговорить. Это про то, какие модели монетизации используются в разных продуктах и, соответственно, к чему они могут приводить. Давайте так. Поднимите сейчас руку те, кто знает, что написано на слайде. Вот дословно. Круто, вас мало. Соответственно, давайте с вами тогда разберем несколько моделей монетизации, которые могут быть использованы в разных продуктах. Это, например, монетизация фремиум. Фремиум – это, по сути, вкладывание некого капитала времени или капитала денег для достижения определенных целей, которые созданы для людей. С точки зрения фремиум-моделей, можно говорить о том, что в игрушках активно используются или еще где-то. Давайте теперь тогда попробуем вот прям с места кто-нибудь, вот я прям буду вот так вот выбирать кого-то, кто поднимет руку, кто сможет привести пример фремиум-модели. Кто знает, что такое фремиум-модель и где она используется? Приведите пример продукта. Это может быть донат. Отлично. Что он дает тебе? Да, все правильно. А в чем здесь атикция? Вейк чемпион теперь играет. Ну подожди, а мне еще не вышло. Все играют, но хочешь нового персонажа бессмысленно. Вот фремиум чем класть на самом деле? Если взять шутеры и, например, Call of Duty, это медленные шутеры, где ты можешь не только своими скиллами дать по щам своему оппоненту, а ты можешь достать свой кошелек и ему дать. И это очень классно. Ты такой сидишь, короче, думаешь, ав, ты гад, короче, у тебя пушка круче, сейчас я куплю такую же или в два раза круче. И реально ты тогда сидишь, такой достаешь кошелек и прям через экран даешь ему по CPI, и ты по лицу. Типа, вот я такой крутой. Фремиум на этом построен на самом деле. Ты можешь не только как бы своими скиллами и навыками победить своего соперника, ну и своим большим, глубоким кошельком. Следующая модель это subscribe, подписочная модель. Опять же, кто может привести пример подписочной модели? Twitch. Подписочная модель. Вот это правильный пример. Это Apple Music на самом деле. Мне нужно что-то сказать или привести пример? Угол. Угол, когда подписаться, по шортам не списывать, скажите, что вы можете найти на самом деле. Да, совершенно верно. Подписочная модель это очень жестокая штука с точки зрения эксплуатации наших персональных данных. Мы берем, отдаем деньги за получение какой-то не всегда очевидной ценности. Это хорошо заметно в медиа, например. Ну то есть условно-слом дает нам классный контент, он дает нам большую часть его, а потом он просит нас заплати нам за то, чтобы получить подписку. С точки зрения морали, на мой взгляд, подписочная модель самая классная. Но то, как ее используют иногда, является, ну в том числе, моральным примером. Если взять, к примеру, Gmail и Google, он эксплуатирует меня, мои персональные данные, он узнает, что мне интересно, что меня волнует, он подсаживает меня на свои сервисы через бесплатный период, а потом заставляет меня подписаться, чтобы я продолжал ему еще и платить за то, что он мне дает релевантную рекламу. Можно самое мерзкое сказать, просто уже никто не помнит, но Gmail себе изначально, чтобы выиграть в аудиторию, присонировал как бесплатная почта с неограниченным местом. И они всех обманули, на самом деле, потому что они изначально себя так присонировали, а потом, спустя годы, когда все забыли, вели бы присоединение. Вот это и есть на самом деле жестокая, моральная штука, которая, по сути, является прям ярким примером того, они взяли, не используя какие-то проверочные принципы, пообещали нам некую штуку, подсадили на свой сервис и сейчас эксплуатируют. И очень круто было бы, если бы на самом деле Google Down платил. И это было бы честно и правильно, потому что мы ему отдаем огромный социальный капитал наших действий, нашего интереса, нашего поиска, нашей почты, которая связана со всеми нашими делами. Большая часть моей личной экосистемы мировой завязана на их сервисах. И мне безумно тяжело от нее отказываться. Каждый раз, когда я отписываюсь от очередного ящика типа в Google Почте и перехожу на бесплатную Яндексовскую, я все равно испытываю боль. Потому что я думаю, ах, боже, а как же так, там у сотрудника почты дофига накопилось, ее никак не экспортировать. И это правда так. Невозможно уйти оттуда. Это реально аморально. А с точки зрения как раз слона, это классная как раз подписочная модель, которая нормальная, ценная и позволяет медиа существовать в новом мире, который изменился, а они не успели. Где люди не покупают газеты, журналов больше, где они по сути могут читать любой контент где угодно и они являются производителем ценного контента, за которым ты приходишь и они тебе этот контент предлагают за деньги. Окей, приходим к следующей модели, транзакционной модели. Кратенько. Меня жена, кстати, вчера била за это слово. Транзакционная модель заключается в том, что вы условно являетесь потребителем услуги третьего лица, который является на платформе поставщиком услуги или товара какого-то. То есть, это, например, Airbnb или там какого-нибудь Авито. Вы, по сути, платя небольшую комиссию сервису, позволяете ему существовать. Транзакционная модель на самом деле с точки зрения рыночного существования, она тоже весьма моральная, не аморальная. Она позволяет создать некий рынок, на который человек приходит, на котором он существует и как-то работает. Вот кто может сейчас вспомнить еще какие-то транзакционные модели? Ну, давайте еще. Что? Апстор. Во, отличный пример. Апстор, хороший пример. Спасибо тебе. Апстор чем хорош? Апстор как раз позволяет людям зарабатывать пусть с помощью некой экосистемы созданной, в которой заведены деньги как некий стандарт. И с точки зрения морали они двигаются очень правильно. Они снижают те самые ставки процентные, которые вначале позволяли им существовать и менять мир, пройдя взаимодействие пользователей между собой. Но их главная ценность и ориентация была всегда на разработчиков. И любое ОВДЦ, которое можно вспомнить, начиналось с того, что Apple выплатила разработчикам очередной гуляр долларов. Вы понимаете, про кого это? Это про поставщиков. Поставщиков ценностей, обеспечения потребностей людей. И с точки зрения морали это прекрасно. И они не используют на самом деле моральные какие-то штуки, но внутри их продуктов, которые там могут существовать, эти истории достаточно часто применимы. Кто-нибудь может вспомнить транзакционную модель с аморальным интерфейсом? Никто. Окей, классно. Давайте двигаться дальше. Те же приводили Тиндер к примеру, по-моему, не согласны. Во, отличный пример. Тиндер эксплуатирует наш как раз базовый инстинкт, связанный с социальной валидацией, где мы хотим на самом деле размножаться и знать, что мы, умирая, имеем какое-то продолжение. Они убирают все болезненные из твоей жизни. Ну, то есть, ты никогда не узнаешь, что тебе отказали. Ты получаешь только информацию о том, что да, ты нравишься кому-то, у тебя это мальчик пачка приходит и ты такой «О, классно!» И ты такой понимаешь, что «Ну, что-то маловато мальчик, мне, короче, социального капитала не хватает, уверенности в себе мало. Давай еще заплачу, вот это аморально. Это плохо, ребята. Нельзя так делать. То есть, да, нужно уметь зарабатывать, конечно же, сервис, нужно уметь как-то обеспечивать свои там сервера, разработчиков, огромную команду, но здесь используется куча на самом деле базовых инстинктов, о которых человек не может уйти никуда. И на мой взгляд, это очень плохо. Ну, есть базовая рекламная модель, все наверняка знают, что это такое. Надо рассказывать, нет? Окей. Рекламная модель это нативная реклама, это баннеры, это подпихивание нам любой информации, которая попадает в наш там социальный круг, наш как раз мыльный, пузырь информационный, с помощью разных манипуляций и подмен понятий. Нативная реклама, чем и хорошая. Я теперь рассказываю о том, что мир изменился, и ты изменился, и в новом мире сейчас происходит масса классных вещей. Например, люди начинают пользоваться картами банка Тинькофф. И это классно. И я такой, бля, кажется, что-то не то случилось. Мне взяли и запихали какую-то непонятную информацию в голову, и я как-то с этим теперь должен жить. Рекламная модель на мой взгляд самая аморальная на самом деле. Это, ну, как бы самая старая модель, где все началось там со штандеров и людей, кричащих на улице, типа, ну, заходи, покупай классные там, трусы, которые в три раза дешевле, чем твои и надежнее. И ты такой идешь и думаешь, да, правда, у меня плохие трусы, надо купить новые. И она наиболее часто и применима. Вы ее можете видеть в баннерах и еще в каких-то сущностях. И она наиболее, на самом деле, с точки зрения того, как ее используют, и является аморальной. Рекламная модель чаще всего используется с помощью, там, расхлопов, полтора экрана, которые вам блокируют, короче, взаимодействие. Это плееры, которые запускают вам ролик, вы их звук слышите, а поверх такая штука висит, что, типа, авторизуйся через Фейсбук, чтобы увидеть этот ролик. И ты такой, ну, блядь. Мне присылала, это, короче, или ты пришел смотреть фильм, и тебе полторы минуты перед ним показывают, ну, а, полторы минуты, 30 минут в кинотеатре крутят рекламные ролики. Это как раз и есть рекламная модель. Она реально плохая. Пожалуйста, если вы используете рекламную модель, старайтесь делать ее так, чтобы она была максимально приемлемой и полезной для человека. Не надо делать ту рекламу, которая не нужна. Потому что это самая, ну, как бы, с точки зрения, там, бизнеса, самая простая штука. Давайте зафигачим кучу рекламы, и все, короче, будут нами пользоваться. Нет. У людей работает баннерная слепота, у них есть огромное сопротивление изменениям. Они эволюционируют и не видят вся этой рекламы. Нужно придумать новые классные методы. И, на мой взгляд, самым моральным, по сути, инструментом является именно рекламная. Но, тем не менее, ее можно использовать с пользой. Как раз, когда я читал последний раз этот доклад, мы обсуждали с студентами их проекта. И ребята рассказали о том, что там, у кого-то есть как раз, там, приложение про то, что ты должен, там, с маршрутами для скейтинга в Москве. Взял лоунборд, поехал, вот тебе классный маршрут. Вот какая рекламная модель там будет приемлемой с точки зрения морали? Совершенно верно. Производители качественных скейтов, хорошей защиты, не все и подряд, не самые дешевые, там, китайские ерунды, которые разбиваются вместе с твоей головой, если ты упал и столкнулся с каунем, а именно нормальных, качественных, которые тебе жизнь спасать будут. Здесь как раз, да, можно давать пользу. Но на что это должно опираться? На принципы. На принципы ведения бизнеса, где ты не просто человеку даешь какую-то там ценность, а ты берешь эту ценность, даешь ему с увеличением его жизненного, там, качества его жизни, его интерфейс взаимодействия с человечеством. И ты не просто помогаешь ему, а ты даешь ему новые, более качественные продукты и рекламируешь их. И это, на мой взгляд, хорошая рекламная модель. Ну, можем, как раз у меня осталось пять минут пройтись по вопросам, вот, и я могу еще чуть про себя рассказать. Да, меня зовут Арсенов Артур, я руководитель студии Луи, вот там есть ссылка на наш сайт. Мы занимаемся продуктовой деятельностью в крупных IT-компаниях, работаем долго, успешно и делаем вид, что мы внутренние подрядчики как раз большинства известных брендов. Нас зачастую воспринимают как людей, которые не только занимаются каким-то производством, но в том числе как людей, которые приносят свою культуру. И мы реально приносим в крупные оффлайновые бизнесы новую культуру создания диджитал-сущностей. Для меня критически важно, чтобы мораль являлась в том числе одним из важнейших инструментов взаимодействия. Потому что, если не опираться на какие-то принципы, то жизнь может стать бессмысленной. Потому что, если смотреть только на деньги, это глупо и недальновидно. Теперь я могу ответить на ваш вопрос. Вам спасибо. Что, ни одного вопроса? Как вообще как бы видеть эти идеи, понимать, но все равно есть какой-то объем внимания, который как бы подлоится. Да. Я не просто говорил о дизайнере. Если нет условного человека, который спас... Микрофон, пожалуйста. Ближе? Вы просто повторите вопрос в микрофон. А, в России существует большое количество предпринимателей, которым наплевать на все моральные и аморальные штуки, им важны только деньги. Как с этим быть? Я правильно перескал? Окей. На мой взгляд, я не просто говорил о дизайнере. Может быть, не дизайнер, может быть, человек, который владеет условным, страшным условным дизайн-мышлением. Это человек, который понимает, что такое эмпатия. Он умеет сопереживать. Тот человек, который может понять и построить цикл взаимодействия с человеком с точки зрения бизнеса. И артикуляция именно этого человека способна воздействовать на того самого предпринимателя. Ибо предприниматель может быть движен достаточно тяжелыми обязанностями и обязательствами, которые он берет на себя, начиная от той или иной предприятия. И только правильная артикуляция команды, которая с ним работает, позволит выжить условно в меняющемся мире. Потому что та стратегия, которая замкнута на деньгах, она очень недолгосрочная. Ей жить там год-два. А потом все. кому-то этого хватает, а в такой трагичной программе это достатки на самом деле. Ну, атовизма на самом деле, который будет отваливаться сейчас. И только выстраивая долгосрочные отношения, бизнесы будут ровно спокойно выживать. Поэтому важно найти в себе силы и не маркетологам приходить в BMW или Mercedes и говорить, что нам надо каждый год по новой тачке выпускать. Чтобы люди меняли их и думали, а как iPhone вышел, ну да, не классно. А тачка говно, с каждой новой версией. Все хуже и хуже. А инженеры? Ну, то есть, правда, инженеры делали офигенные машины, которые до сих пор ездят. И это машина 20-летней старости и пробегом. А есть типа новая, которая полгода поездила и все развалилось. Можно еще вопрос? Слушай, ну, как ты думаешь, ну, я понимаю, ты за благое, за хорошее, против всего плохого это доклад такой. У меня вопрос такой. Есть взрослые, большие компании с длинной историей, они, на самом деле, сейчас многие думают об этом, например, чтобы прийти в тот же Ульяновск, да, Ульяновск сейчас на втором месте, по-моему, если мне не ошибаюсь, занимает по инвестиционной привлекательности, да, есть всякие разные, там, компоненты, на которые компании смотрят. Например, наличие там Макдональдсов и Хилтонов в городе, да, если это не есть, значит, мы придем, значит, уже какая-то инфраструктура есть. Ну, в общем, есть большие компании, а есть новые, молодые, гараж, только начали, у меня к тебе вопрос. Большим-то понятно, им нужно думать о наших детях и наших внуков сразу, да, потому что они уже сложились, они длинные и долгие, а молодым? У них нет денег, у них гараж, у них свое первое приложение, серос и еще что-то. Нужно ли им закладывать в твоем понимании сразу длинную эту модель, да, выстраивать, или все-таки ради того, чтобы все-таки выжить, им нужно зарабатывать пару лет деньги? Я считаю, что условно для гаража важно научиться зарабатывать деньги. Но важно научиться зарабатывать деньги не краткосрочно, а хотя бы среднесрочно или долгосрочно. То есть, если чуваки в гараже делают модель, по которой они там, ну, вот простой пример. У ребят стартап, они берут и к ним приходят корпораты и говорят, мы хотим вайт лейбл вашего стартапа, но типа давайте еще накрутим кучу кастомизации. Это условно быстрые деньги. Вот берем и сразу зарабатываем. Но они превращаются во что? Из стартапа они превращаются в веб-студию, которая дальше должна поточно кастомизировать все на свете и потом в итоге продукт распадется. Поэтому очень важно выдержать давление на самом деле рыночных обстоятельств, понимать то, что деньги не стоит стараться заработать в большом количестве сразу, а делать это именно полномерно. Если есть мораль какая-то внутренняя, какой-то набор принципов, то все хорошо. То есть ты за ту историю, знаешь, как в сериале Кремниевая долина, не знаю, смотрел, ты не смотрел, когда один из стартаперов, уже состоявшихся, скажем так, заработавшись на сервисе, говорил, что нет, прибыль нам не нужна, прибыль это плохое слово. Нам нужно инвестиции, потому что если есть слово прибыль, то сразу начинают считать деньги, никто не даст следующий раунд. Условно, я считаю, что прибыль важна, нужно ее уметь получать, нужно уметь делать это правильно. Я говорил как раз о том, что если не опираться на набор принципов с самого начала, каких-то базовых, то погоня за деньгами может превратиться в аморальный процесс, где ты потеряешь всех своих пользователей, которые условно стали твоими первыми ирлеодоптерами. И поэтому на старте как раз из-за давления тех же самых инвесторов, подобных людей, которые говорят с тобой языком цифр, у них очень высокий как раз багаж манипуляции, который может на тебя воздействовать. И важно опираться на какой-то внутренний чек-лист, который тебя будет спасать от того, чтобы просто перейти в финансовую пирамиду или инфобизнес. Вот. Понятно ответил? То же самое с бытовой техникой. Принес чинить утюг, они говорят, о, у тебя шарп, еще там настоящий. Я говорю, что сейчас? А сейчас все говно. Говорю, кого убирать? А все говно. Там, стиральные машинки, все говно. Как бы, собственно, где эти герои, которые придут в той же бытовой технике, и скажут, блин, мы там вот такие молодцы, у нас, как вот советские старые холодильники до сих пор работают, и мы вот так же. Где они? Пойдется новое. Ну, то есть, на самом деле, мы живем в очень тяжелый период времени, когда, условно, как раз недолгосрочная стратегия стала действовать очень сильно на нас. Очень много компаний перешло к тому, что они начнут долгосрочную стратегию реализовывать в своих продуктах, услугах, в товарах. И появляются, ну, классные штуки. Они тоже эволюционируют. Появилось дизайн мышления, которое реально стало востребованным в крупных компаниях. Они приглашают экспертов, но надо понимать, они очень инертные. Им нужно не год, не два, а иногда двадцать, на то, чтобы просто дойти до того, что, ух ты, у нас стали меньше покупать, а стартапы стали более эффективными. Появляются кикстартеры какие-то, которые позволяют из гаража взять и продать тебе новый классный холодильник с Wi-Fi. Да его мало продадут, но ты на модели предпродаж, ух ты, там, пебл получил денег-то сколько? Ну да, они закрылись, тем не менее. Но все равно появляются штуки, которые модернизируют модели, которые построены были на долгосрочной стратегии. Мы просто попали в век капитализма, когда все ради попла, попла, попла и попольше. Конец. Все, меня выгоняют, да? Остается только как бы верить в это. Да нет, ну как бы все поменяется, выживут просто те, кто будут думать. Артур, такой вопрос, тоже про машины. Получается, что диссонанс, да? Ну, твои видения мне тоже близко, что люди должны делать пользу, приносить, но получается, что мерседесы, там, немцы сейчас идут, выпускают каждый год одну машину, да, каждые три года, но они же тоже не тупые. Конечно, тупые. Ну так у них эта модель прогрессирует, то есть, они купили вот видосные шасси и используются в новых электротачах. Я понял, в итоге получается логика, что они должны, ну, по логике вещей, через два сезона не проснутся, они как бы, разорятся, там меньше станет, товара на рынке. Они просто медленнее эволюционируют, сильно медленнее, из-за того, что у них огромный процент прогрессирует. Они просто большие, они гигантские, да? Конечно, там куча дядек сидит, которые боятся потерять свою работу, потому что у них там бонусы, квартиры, потяги, и все такое. И они будут сопротивляться любым изменениям. Ну, то есть, как с Tesla, сейчас ситуация происходит, они вошли в рынок, в принципе, очень круто, ну, на старте, а сейчас они получаются, уже, ну, начинают, ну, тачка дорожает на 30 тысяч долларов, да, а по факту, там, прибавилось 100-100 км в кусте. Ну, и тем не менее, шасси покупают Daimler у них и начинают его использовать в своей работе. Они открывают патенты, их начинают использовать другие компании. И они, все нормально, все просто очень медленно. И ботели работают, они же как раз за экологию, по сути, говорится, ну, за святое. Ну, типа того, типа. Социальная ответственность, аккумуляторы, да, все равно, это бремя. Аккумуляторы, и экология не совместима. Ну, ладно, давайте заканчивать, мне кажется, иначе меня сейчас погонят отсюда. Если кто-то хочет с вами поговорить, ловите меня, здесь я тут до 10 часов еще буду. Спасибо вам большое. Спасибо.